Иди наружу. Какая ружа? Ты посмотри, там что происходит. Ты не говоришь, наружу. Никакой ружи. Третьи сутки наш край, можно сказать, скован экстремальным морозом. В соцсетях земляки из разных уголков региона делятся фото о том, насколько в минус ушла температура за бортом. И как непросто переживать ледяную стужу. Машины не заводятся, трубы рвутся, а у некоторых в это время пылают дома. За минувшие выходные пожарные потушили 48 пожаров. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Да там все, летит уже и стекла, и все. Это барнаульский поселок Казенная Заимка. Без крыши над головой в сильный мороз в преддверии праздников осталась одинокая 74-летняя пенсионерка. Бабу Любу временно приютили соседи. Ей требуются вещи первой необходимости и материальная помощь. Огненная стихия в ледяную стужу разыгралась также в Советском, Красногорском, Баевском и Измейногорском районах. Последним без крыши над головой остались многодетная семья Гужниковых. Дом сгорел подчистую. Сами домочадцы о пожаре узнали от соседей. В момент ЧП они были в Барнауле. В Барнауле тоже без пожаров не обошлось, но последствия от них не столь серьезны для людей. Горожане больше неудобств испытали от порывов коммуникаций. Так, сразу несколько улиц и торговый центр в краевой столице остались без тепла. Из-за аварии на трубе отопления. Из-за порыва вода залила скласски и помещения продуктового супермаркета. Не обошлось к несчастью и без жертв. В Барнауле сообщили, что возвращаясь с корпоратива, не дошел до дома 34-летний мужчина. По одной из версий, по пути он замерз. Самое страшное, унес два детских подарка. Сердце кольнуло на этом. Два детских подарка, которые папа не принес и не принесет. Судя по тем же комментариям в соцсетях, люди уже устали от морозов. Уж слишком резко и сильно упала температура. Впрочем, пока они с нетерпением ждут потепление. Оно должно наступить уже завтра. Другие от минуса находят плюсы. Проводят на морозе флешмобы и даже купаются в проруби. По прогнозам синоптиков морозы отступят. Но ненадолго. Очередное похолодание ожидается уже к предстоящим выходным. Правда, они обещают быть не столь лютыми и позволят в каникулы выйти наружу. Никита Ермаков. День с толком.